И всем привет ребят, с вами Мистер Ванька, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору новых пасхальных обновлений. Сегодня у нас уже все ивенты появились, также появилось одно очень, очень интересное спецпредложение, которое мы вместе с вами сегодня приобретем. Но сначала скатаем и рассмотрим новый режим, в котором у нас падают золотые пасхальные голды и падают канистры. Очень многие уже высказались, что это режим еще хуже, чем режим с метеоритами. Я в свою очередь еще в него не заходил, и соответственно мне было бы очень интересно посмотреть, что это за режим, что там по карте. И как там вообще падают голды, и как их ловят молодые люди. Поэтому скатаем быстро одну каточку в этом замечательном режиме. Ну и после приобретем одно из самых жестких спецпаков, который когда-либо был в нашей замечательной игре. Так, нас закидывает на замечательную карту шоссе. Расходки у нас в этом режиме нету. Формат регби, что является, наверное, тоже не самым лучшим режимом для джаггернаутов. Если бы здесь была бы хотя бы какая-нибудь простая дефолтная демочка. Может быть она бы смотрелась бы как-то поинтереснее, посочнее, по-бомбически. Но с точки зрения джаггернаута в регби, это ну что-то с чем-то, да. И здесь на таких вот замечательных джаггернаутах еще и нужно ловить золотые ящики. Соответственно голды здесь могут падать, я так понимаю, что ну довольно в большом количестве разных мест. И, соответственно, нам надо как-то их здесь ловить. Точка голда, я так понимаю, что здесь у нас на мосту. И сейчас посмотрим, что здесь будет падать. Яйцо обычное падает, да. И вот тут на голде вот такое вот жесткое месиво начинается. И как забирать эти голды? Ну, короче, вот так вот, короче. Под овердрайвами забираются эти голды. Но жестко, жестко, жестко. Режим, как сказал Артемчик, лучше бы оставили бы метеориты, которые были хотя бы никчемные. Но этот режим еще хуже, чем тот режим, который был с голдами-метеоритами. Так, где-то у нас сейчас будет еще один голд падать. Но я даже не знаю, как тут это все дело ловить. И как тут это все дело будет замечательно выглядеть. Но, мягко говоря, если так сказать по чесноку, я, конечно, понимаю, зачем все это дело делается. Это все делается исключительно ради того, чтобы те ребята, которые не донатят в проект, не имели хорошей возможности получения уникальных предметов по типу кризиса броненосца нового устройства за без донат и за поимку голдов. Потому что если у нас сделать обычный дефолтный джиггернал, то мне почему-то кажется, что в нем как раз-таки поймать эти самые канистры будет довольно-таки просто. То есть ничего сложного, как по мне, в этом нет. То есть обычный дефолтный DM режим с кучей голдов и возможностью за три дня формануть порядка где-то 200-300 канистр при хороших раскладах. Это то, к чему стремились бы многие те ребята, которые на таких ивентах ловят голды. То есть в прошлый раз, когда у нас был ивент с Хэллоуином, вроде как, если я не ошибаюсь, то были обычные DM'ки и очень многие ребята как раз-таки на ловле конфет сумели наформить себе очень крутые ништяковые предметы. В этот раз разработчики игры второй ивент подряд делают такой, в котором возможности поймать легко голды просто нет. То есть у нас еще остается до окончания ивента две пары выходных. То есть это еще в сумме два ивента у нас может быть. И за эти два ивента, ну, я вангую, что один какой-нибудь будет по типу... По типу, по типу, по типу какой-нибудь Воспожиги, да. А второй ивент, ну, не знаю, да. То есть сделают разработчики обычную дефолтную DM'ку, чтобы ребята смогли наловить большое количество канистр, и я в том числе. Я думаю, что маловероятно. Маловероятно, да, потому что здесь, в этом ивенте предметы прям очень жесткие. И сложность выполнения без доната до этих прям крутейших предметов должна быть объективно жесткой. Да, то есть, ну, не должно быть так, что вы легко можете получить тот же броник, да. И, в принципе, это, с одной стороны, справедливо, с другой стороны, ну, как бы, байт очень жесткий на донат происходит. Хотя, также без доната вы можете получить как минимум четвертый слот и какое-то определенное количество контейнеров плюс танкоинов. И 50 на 50, плюс-минус, у вас есть шанс без доната получить вас по смоку Legacy. То есть, я считаю, что это тоже, как бы, очень и очень даже неплохо. Поэтому, ну, говорить, что это как-то там печально или нет, понятное дело, да. То есть, режим, ну, шляпа. Шляпа, полная шляпа. То есть, все режимы, которые были с джиггернаутами, я не по одному режиму, мне кажется, даже видоса не записывал. Был один режим, когда я снял видос. Это была бойня на джиггернаутах, тоже в режиме регби. Но тогда я просто, записав видос, залил его на канал и потом просто с него удалил. То есть, этот видос даже не вышел. Он даже не вышел. Потому что я посчитал, ну, то, что это такое. То есть, даже, ну, нету смысла даже обозревать такой режим, да. А сейчас у нас в этом режиме сделали повышенный шанс выпадения золотых ящиков. Ну, и понятное дело, что здесь особо никто много наловить их, к сожалению, не сможет. О, нифига себе, там даже конфета падает. Но я думаю, что за этот режим я постараюсь одну конфеточку поймать. Потому что мне как раз-таки одной замечательной конфеты не хватает до того, чтобы у меня было четное количество конфет. И чтобы в дальнейшем, там, за заданки, когда дают по 12 штук, у меня была возможность еще одного дополнительного шага. Поэтому я постараюсь за этот ивент, ну, может, там, сегодня поймать какую-нибудь одну замечательную конфеточку. Дабы у нас в этом плане, ну, чуть-чуть получше все дело стало. Да, ну, может, даже здесь попытаюсь в этой катке попробовать что-то поймать. Ну, а так, в общем и целом, конечно, хотел бы услышать вашу точку зрения по поводу этого режима. У меня такие режимы, ну, вообще не впечатляют, да. Ну, и как я уже сказал, Артемочка сказал, что уж лучше бы были бы метеориты с голдами, чем вот такой вот замечательный режим, в котором вообще практически невозможно поймать эти конфеты, да. То есть обычные голды-то может и падают, но чтобы еще тут поймать конфеты, то это, конечно, просто анриля. Анриля, просто анриля. О, конфета падает, нифига себе. Ничего себе. Вот это жестко. Конфеточка. Еще одну конфеточку молодой человек забирает. Один и тот же вроде. Бран, ну, если бы я ее забрал, было бы, конечно, круто. Но, ладно, пофиг, в принципе. В принципе, по-большому, конечно, пофиг. Ну, и Джиггернаут тоже, да, знаете, придумали без расходки, без дронов, да. То есть без ничего, просто у нас дефолтный Джиггернаут. Вот на таком Джиггернауте поймать голды, именно ивентовые, я имею в виду, канистры. Ну, крайне-крайне сложно. Я уверен, что те ребята, которые ловят их, я, ну, думаю, что они не особо рады ловить такие голды, которые... Которые могли бы быть, которые могли бы быть, например, ну, просто в ДМке обычные, дефолты, да. Ну, и тут уже 3.0 у нас по катке. Плюс здесь, в этом режиме-то и фарма как такового нету, да. То есть ты здесь особо сильно ничего не заформишь. Таким образом ты можешь фармить в режиме, в котором ты набираешь за катку, ну, там, ну, максы, наверное, очков 500, да. То есть и то, если ты там будешь доставлять эти флаги, ну, вернее, мечи, да. То есть, ну, это максимально печально. Ладно, я думаю, что мы даже полную катку не будем двигать, что тут играть. Так, всё понятно. Давайте лучше приобретём замечательный почётчик в магазине за 1 миллион кристаллов у нас появился спецпак с соткой танкоинов вчера в анонсе. Я говорил о том, что 100 тысяч танкоинов, ой, 100 тысяч танкоинов, говорю, 100 танкоинов будет за 100 тысяч кристаллов. И многие ребята в комментариях писали, что, мол, за 100 ка это дорого, мол, это нерационально, и это вообще шляпа полная. А здесь ещё и x10 от того, что я думал. Здесь вместо 100 тысяч за 100 танкоинов, 1 миллион кристаллов за 100 танкоинов. И это очень жёстко, прям нереально жёстко по цене. Ну, я, как говорится, человек простой, кристаллов имею много, пока что даже не знаю, на что их тратить. Надеюсь, конечно, что я добро никогда иду, и будет хотя бы на что их потратить. Но я данный спецпочётчик приобретаю себе в карманчик. Так, бах. Сюда бабло. Опачки, сотик зафармил. Самый лёгкий сотик в моей жизни. Ну, и понятное дело, что мы, ну, потихо что-то фиксируем. Фиксируем человека, который покупает за миллион кристаллов 100 танкоинов. Всё это, конечно же, для контента, я не знаю. Может быть, если бы я и не записывал видос, я, конечно, такое, наверное, не сделал. Но так, для видоса я считаю, что это нормальная такая смешнявая тема. Ну, вам, наверное, особо я не советую приобретать такие вещи. Всё-таки это максимально нерационально. За 1 миллион кристаллов 100 танкоинов это прям очень жёсткий коэффициент, да. То есть, если я как бы думал, что 100 танкоинов за 100 тысяч кри, ну, это было бы нормально, адекватно. Но за миллион кристаллов это просто ужас. Это какая-то безумнейшая цена этому спецпредложению. Ну, посмотрим, будет ли ещё такие спецпаки у нас появляться в игре. Если будет, то посмотрим, цена изменится ли его или нет. Пишите, что вы думаете по поводу этого замечательного спецпредложения. Приобрели ли вы его или нет? Являетесь ли вы мамонтом данной замечательной игры? И вас успешно с досками или как меня? Ну, и пишите, что вы думаете по поводу этого режима. Я думаю, что, ну, если я поймаю одну замечательную канистру в нём, то будет круто. Может, я просто в обычных матчмейкинговых катках увижу энергию, поймаю её, и мне, в принципе, этого будет достаточно. У меня, друзья, на этом всё. Поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, и также не забывайте про тег-создателя контента, который находится в настройках в аккаунте. Мой личный тег-создатель контента – это тег TeamP. Устанавливайте его и поддерживайте меня. Ну, и плюс, имеете возможность, конечно же, поучаствовать в розыгрыше на 50 тысяч тонкоинов и на 2 миллиона кристаллов, в итоге розыгрыша которого будет уже практически через неделю. Поэтому участвуйте, отправляйте и фармите. У меня, друзья, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok